У него реальная техника, ну, смертельная, что называется, буквально. То есть она мощна настолько, как там из пулемета дала очередь. А у другого это шлепки по попе. Ну, от убить комара только. Ну, дачки заработать, да? Вот. Вот такие пироги. Так вот, что касается... Сантауа... Да, я же почему заговорил-то про прямую технику. Поэтому именно с прямой техники мы начинаем вот тренировку. Именно не с боковых ударов будем начинать, а с прямых это самое сложное. Самое сложное. И самое правильное. Почему? По логике вещей удар прямой, он самый сильный. Почему? Я только что сказал, что сила, она базируется не в силе мышц, а в перенесении массы тела в удар. В случае прямой техники вектор удара абсолютно полностью совпадает с вектором перемещения тела. То есть мы двигаемся на противника и удар направлен на противника. А в случае боковых ударов это не так. Мы на противника двигаемся, а сам удар-то сбоку идет. Ну, как я говорил про лограмм сил. То есть мы там теряем всегда немножко. То есть удар боковой, он по физике, по биомеханике слабее. То, что он у некоторых людей сам сильнее, это в силу того, что они просто умеют бить боковой сильнее, а прямой не умеют бить сильно. Только поэтому. Вот если им его правильно поставить, не прямой сильнее будут бить, потому что сильнее можно тело бросить вперед. Мы все тело бросаем вперед, как вот это бревно взяли и занесли вперед. А представляешь, если бы бревно мы бы несли вперед, а на нем бы какая-то висела рогулька, которая должна повернуться, при этом ударить. Все бревно массой 100 килограмм летит вперед, а такая сбоку тух штука. Куда сила бревна-то делась? Никуда. Ну, понимаешь, она как раз сублимируется в этот параллограмм силы. И не вся сила войдет. Если бы его 100 килограмм занесло бы, а одна залетает только 20 килограмм. Понимаешь? Другой вопрос, что в реальном поединке нужны все удары. Потому что мы не всегда можем ударить прямолинейную технику. Противник может закрыться, защититься. И мы можем видеть, что только может сбоку попасть. Опять же, можно раскрыть противника только, например, боковым, чтобы нанести прямой в конечном итоге. Поэтому все удары нужны. Любые. Любые. По любому траекторию надо бить уметь обязательно. И сильно надо бить уметь обязательно. Но, опять же, прямой удар еще чем хороший? Что есть кратчайшее расстояние между двумя точками? Это, опять же, прямая. То есть, прямой удар он очень быстрый. Он линейный. Он мгновенен. Любой замахчий из сторон, он немножко длиннее. Может, что-то мешает сбоку. Ну, это да. Это уже нюанс. Предположим, что ничего не мешает. Самконечная скорость ударной части при боковом ударе выше. Потому что при равной линейной скорости, вот мы руку взяли вот так вот, да, и поворачиваемся. Для ней, при равной угловой скорости, то есть, вот я руку поворачиваю, и у меня вся рука поворачивается вот на 15 градусов, на 10, на 20. Но вот угловая скорость, она будет одинаковая. То есть, 15, например, за какую-то долю секунды 15 градусов рука прошла. Но линейная скорость разная. Что здесь у меня прошло всего лишь, вот это время, там, 10 сантиметров, эта часть. А эта часть прошла 40. Понимаешь? То есть, вот эта часть мне движется быстрее. Хотя угловая скорость у них будет одинаковая. Поэтому, конечно, линейная при боковом ударе скорость конечной части, она очень высокая. Она больше, чем при прямолинейной технике. За счет этого и достигается сила. Что скорость высокая. Вот. Но опять возникает очень... Я очень много рассказываю. Это очень важный момент. Их надо освоить, чтобы понять саму суть постановки прямой техники. Потому что именно постановку мы на прямой технике будем начинать. При боковой технике мы всегда должны помнить... Что при прямой, что при боковой. Мы должны помнить о том, что макевара и любая мишень, по которой мы наносим удар, она ровно в такой же степени возвращает нам удар назад, с какой мы туда давим. То есть, если мы давим туда, она так же воздействует. То есть, если мы бьем боковую технику, она сопротивляется. Нам приходится на рычаге держать свой прием. То есть, на рычаге. То есть, сопротивляться мышцами. Ничего не закрепощать. То есть, приходится связки напрягать и мышцы, чтобы удержать руку в этом состоянии, чтобы не сыграл демпфер. А иначе мы заносим туда удар, тело полетело дальше, а мышца не удерживает. И в итоге сам удар гасится. То есть, уже максимальной силы не получается. При прямолинейной технике все гораздо лучше. Рука выпрямилась, замкнулась. Здесь замкнулась, и все очень жестко стоит. И мы наносим очень мощную технику. Уже рука-то расслаблена. Все. Нам просто очень хорошо, конструктивно, но анатомически выстроено таким образом, что сам удар получается очень сильным. Ну, вот понимаешь ли. Поэтому в прямолинейной технике мы можем легче научиться работать конечные фазы, именно ногами. Нам не надо думать о том, как сдерживать себя руками. Если мы начнем работать ноги, а сами будем давить боковую технику, мы будем очень много думать о руках. Ну, чтобы здесь удержать все. Если мы прямолинейно работаем, то мы ногами научимся работать, а о руках почти не задумываясь. Вот это вот очень важный момент. Вот. А теперь, значит, упражнение само. Линию на Сэмплзен все сохраняются те же самые. То есть ничего не меняется, все одно и то же. Это очень хорошо, потому что все должно иметь, ну, как, должен быть универсализм. Если все сделается по-разному, то боевое, ну, то искусство становится действительно, скажем так, искусством. А в искусстве всегда очень важна, ну, вот, индивидуальность, а это говорит о том, что будет играть огромные значения таланта. Это, значит, говорит о том, что люди, у которых нет врожденного таланта, вот обречены заранее на то, чтобы быть лохами, к тому слову. Это неправильно. Такой подход, это, ну, плохой подход. Поэтому, скажем так, искусство боевое, оно не должно быть искусством, оно должно быть наукой. Нужно, чтобы была методика, которая позволяет любого человека взять, если он будет правильно делать, научить. Да, безусловно, талантливому легче. Это как и пианисту. То есть, если он, например, дано от природы, там, он быстрее научится. Но если он не будет работать, не научится все равно. А можно взять человека не очень талантливого, но если он будет пахать, как конь, он все равно научится и очень хорошо будет играть. И даже часто такие люди становятся самыми лучшими, потому что таланты, они любят свой талант очень хорошо просирать. То, что, ну, легко дается, то никогда не ценится. Человек, у которого таланта меньше, он все пахотой достигает и в итоге становится лучше. Ну, поэтому, на самом деле, я вообще призываю всех не беспокоиться по поводу того, в каком возрасте начать. Говорят, мне поздно начинать заниматься. Неправильно. У нас, потому что, как оценивают, типа, поздно, у меня уже не та координация, я уже там, все там, никогда не поздно. Надо работать, и все будет получаться. Если это не, ну, это искусство, а наука, то человеку никогда не поздно математикой начать заниматься, например. А почему же поздно начать заниматься сработанным телом? Не поздно, потому что наукой никогда не поздно чем заниматься. Никогда. А это наука. Наука работа, управление собственным телом. Вот так вот. Работаем две прямолинейные техники. Сайкин-Чуркутске у нас, да, техника. Мы работаем в ой-варианте. Это когда у нас одна нога спереди, и мы этой же рукой наносим удар. И гиапу-вариант, когда у нас одна нога спереди, а мы другой наносим. Ну, соответственно, это у нас джеб и панч, условно говоря, для бокса, или томоицкий, кидзамецкий и гиапуцкий. Это для каратэ. Я буду такие термины применять. Очень важный момент. Для того, чтобы, опять же, чтобы выстроить идеальную конструкцию и научиться хорошо ногами работать на начальном этапе, лучше работать в ой-варианте. Ой-вариант это когда у нас одноименная рука и одноименная нога. То есть, если левая спереди нога, то и левая рука. Почему я поясню? Потому что, если мы работаем в разноименном варианте, то нам еще приходится учить утвердационный момент. Мы туда давим, а макевара пытается наше тело развернуть обратно. То есть, приходится сопротивляться больше спиной, торсом и очень сильно живот напрягивать. Если же мы в ой-варианте работаем, гораздо меньше сопротивления будет. Потому что мы плечо замкнули, выдвинули вперед его немножко, и ротационный момент очень легко гасится. То есть, более жесткая конструкция плеч стоит. Почему? Видишь, мы плечо выдвигаем вперед, и у нас вдоль плеча сублимируется сила. Если же мы таким образом ставим, мы не можем же плечо вот так выдвинуть вперед. Так было бы более-менее жестко. Но мы оставляем вот так. И у нас получается рычаг от середины тела до груди, видишь, до плеча. Вот такая проекция. То есть, сила давит сюда, и вот такой рычаг получается. Достаточно большой, да? Если же мы так ставим, то рычаг, ты видишь, насколько сокращается. Так он был вот какой, да, по длине. А так эта проекция стала сразу намного меньше. То есть, рычаг меньше, значит, сопротивляться, то есть, нам легче противостоять сопротивлению. Именно поэтому удары с передней руки в идеале намного сильнее. А опять это парадоксально. Потому что большинство людей считает, что вот с задней руки размахнулся, как развернулся. Удар самый сильный. Нет? Самый сильный это тычок. Тот, который похож на удар копьем, на удар тарана. Ну, именно, бревно. Вы знаете ли? И с передней руки. Когда рука стала жестко, и ты всю массу тела занялся, с передней руки. Вот это в идеале удар самый сильный. Потому что в нем самая жесткая конструкция. Самая жесткая. Тогда вообще напрягать ничего не надо. Тело просто как будто идеально встает в удар. На развороте хуже работает. Просто это нужно понять. Это надо поработать. И таким ударом с передней руки можно вообще проламывать кости груди. Реально. И причем, чем человек весит больше, тем легче. У него же инерция, потому что больше. То есть, легкого так ударишь, он едет на задницу, там, просто два метра. И еще встанет. А если тяжелый человек, то ему просто проломаешь груди, и он сядет на месте. Поэтому, на самом деле, с тяжелыми-то зачастую, ибо это легче. У них инерция тела большая. Легкий, он отлетает от удара. Этот не отлетает. В него просто залетает удар насквозь. Ну, конечно, если очень высокая скорость приема, то легкий тоже не отлетает. Его тоже пронизывает техника удара. Так вот, встали к макеваре, как мы это делали раньше. Сделали шаг назад, вымерили стойку. Еще один это момент. На начальном этапе же мы, чтобы не следить за лучезапясным суставом, выламывается, он нас или не выламывается, тоже вторая часть работы будет. Будем давить ладошкой. Чтобы не заморачиваться про кулак. Я просто вперед забегу, схожу, что ладошкой люди додавливают, поставьте кулак, ставят кулак, и уже не могут додавить, потому что начинается вот это дрожание кулака, он играть, и уже не может так нажать сильно. Поэтому на начальном этапе будем давить ладонью, чтобы думать только про ноги. Значит, как мы дистанцию замеряем? Надо встать на такую дистанцию, чтобы при проекции сам колена на пятку, то есть не надо, что это мимо, да, пятки? Это мимо пятки. Чтобы при проекции колена на пятку мы доставали до макевары. Тогда, когда мы занесем до середины стопы, как это в реальной боевой технике бывает, мы как раз достанем до отборника. Очень, очень захочется, очень захочется сделать ошибку, которую я говорил на предыдущих лекциях. Заднюю ногу подтащить сюда, вот сюда, чтобы давить. Это нельзя делать. С силу прикладной техники. Я же сказал, что противник же перед тобой будет, поэтому ты же не можешь к нему вот так вот встать. Ты будешь к нему стоять нормально в стойке, а фронтальной. Вот и здесь тоже, у тебя противник перед тобой стоит. Поэтому не надо сюда смещаться. Фронтально стоять, чтобы линия была по сагитарной плоскости. Как будто лыжня вот так вот, да? И ты на лыжах раз, и сделаешь шаг назад. И станцию померил. И вот теперь зарядил заднюю ногу. Не наклоняя тело вперед, не прогибая его назад. Не наклоняя, да не падая вперед. Абсолютно вертикально держать тело. С толчком с задней ноги. Нужно плавно, без рывка рукой, достать до задней стенки накиваться. Еще работа нога. Чем это делать? Но ошибка большая, это какая? Давишь, чувствуешь, не додавливаешь. И в конце делается рука. Вот этого делать нельзя ни в коем случае, потому что ты так удар бить не можешь. У тебя удар с одной скоростью идет. Ты же не можешь делать в конце. Нет, ты делаешь конечную фазу приема, удара, который движется равномерно, прямолинейно. Поэтому если не добиваешь до конца, и не надо давить, тогда сколько можешь, хотя бы 2-3 сантиметра, не надо в конце рывок делать. В импульсе додавишь, но тело не научишь работать. Именно для этого придуман вот этот вот апгрейд на макивару, то есть который сокращает расстояние. Потому что на начальном этапе тяжеловато будет ученикам, которые не работали на макиваре, вот на все расстояние продавить. Поэтому мы это расстояние сокращаем немножко, чтобы было полегче. Вот, встал, начинаешь работать. Чем медленнее, тем лучше. Если можешь вообще так сделать. Еще лучше, даже подержать там. Тогда будет замечательно. Также меняешь стойку, вымерел дистанцию до проекции на пятку, легко достал, значит, здесь будешь доставать, когда до сих пор до стопы загрузится, чтобы обязательно стоял по рельсам, иногда рекомендую поставить руку на поясницу. Зачем? Чтобы контролировать то, что подобран таз. Что не стоит вот так вот за лица, а что она подобрана. Если вот ты руку положил и нету ложбинки в спине, вот такой, значит, ты правильно стоишь. Если ты спину прогнул, у тебя начинает рессора работать. То есть у тебя начинает очень сильная нагрузка на позвоночник и в этом месте демпфер становится слабый. Ты должен, если тело привести, понимаешь, как я говорил, в среднее физиологическое положение. Я про руку рассказывал. Если у тебя тело ровно стоит, то при максимальной контракции мышц с обеих сторон, оно стабильно. Если ты в какую-то сторону перевинул больше, чем надо, оно в эту сторону будет уже нестабильно. То есть уже не будет оно держаться как бы жестко. Оно в какую-то сторону будет отклоняться. Отсюда вопрос возникает у некоторых. А почему не наклониться вперед тогда?